Продолжение следует... Возьмите! Возьмите Алифтина! Ты опять здесь! Пошел отсюда, пошел! Я вас написал! Возьмите, пожалуйста! Это я вам написал! Пождите! До свидания! Все! Товарищи, больше нет! Больше нет! Аля, мы опоздаем! Товарищ Иртек, все! Спасибо! Товарищи, Аля! Теперь нет времени! Товарищи, спасибо! Спасибо большое! Осенним днем я лишь о вас мечтаю. Вы посланы с небес самой судьбой. Я кроме вас других не замечаю. Мой ангел Алифтина навсегда со мной. Я этого очкарика давно заметил. Ни одного концерта вашего не пропускает. Пару раз пытался прорваться за кулисы. Говорит, что вы его судьба. Бред. Бред? Это не бред, Алифтина. Это популярность. Поздравляю. Одевайтесь. Угу. Я выпишу вам направление на анализ крови. Зачем? Я же говорю, так у меня ничего не болит. Ну, разве что голова. Кровь сдавать натощак. Да некогда мне, Леонидыч. А мне некогда вас уговаривать. Во вторник придете с восьми до десяти. Вот, я проверю. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Болела? Нечего снег брать руками грязными. И в рот его класть. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты можешь идти быстрее? Какое-то издевательство, не ребенок. Давай сбегу. А докторша-то у нас с гонором. Давай, шевелись. Как только муж с ней живет, вся эта злая дни. Угу. Давай, руки мне. Ножки оттряхни, ну. Вот так. Соседка, можешь помочь? Обойдусь. А чего это так? У вас в Москве все такие неприветливые? У нас так не принято. Пора бы заметить. Мне чихать, принято это у вас или нет? У меня это ваше захолустье в кишках сидит. Давай идем. Смотри, ты какая, а! А ты чего раз ездился? В проходы не дают. Ну, тетя Тонь. Пойдите. Григорий Петрович, вот отчет. Подпишите. Какой отчет? О том, что у нас на комбинате из рук вон плохо налажена техника безопасности. Опять? Вам не надоело? Никто ведь из рабочих не жалуется. Да потому что они понятия не имеют, какую дозу облучения получают каждый день. И какие это может иметь последствия, тоже не знают. Им известно ровно столько, сколько положено. Здесь не детский сад, это секретный объект. И что, вы предлагаете спокойно смотреть, как люди гробят свое здоровье? Добренький какой выискался. Ты мне еще клятву Гиппократа напомни. Григорий Петрович, я не добренький. Я просто пытаюсь сделать то, что положено. Богачев, я ведь тебя в самом начале предупреждал. Не суй нос, не в свое дело. Это мое дело. Здоровье рабочих – это моя непосредственная обязанность. Да ладно. Ты думаешь, я не знаю, зачем ты сюда приехал? Материалы для диссертации собирать. Вот и собирай. Остальное тебя не касается. Ну, вы хотя бы почитайте. А смысл? Здесь не мы с тобой правила устанавливаем. Ну, хоть что-то мы можем сделать. В конце концов, мы врачи… Как ты меня достал? Ладно, я посмотрю. Иди. Ой, мамочка, как же я устала. Да, измотали тебя эти гастроли. Носишься, как белка в колесе. Даже поговорить времени нет. Ну, ничего. У меня целых два дня свободных. Так что, мамочка, наговоримся мы вдоволь. А я хочу поговорить сейчас, детка. Время-то идет. А ты все одна. Ты замуж-то думаешь выходить? Ну, когда мне об этом думать? Я иногда просыпаюсь в гостинице и не понимаю, в каком городе нахожусь. Вот, вот. В этой кутерьме и пропустишь свою любовь. Ну, проглядишь. А есть ли она вообще, эта любовь? Знаешь, как бывает? Иногда тебе кажется, что человек тебя любит, а потом ты узнаешь, что у него есть жена. А кто-то и вовсе клянется в любви, а женится на другой. Ты это о ком? Да это я так. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Концерт? А когда? Завтра? Я согласна. А остальное спросить у администратора? Спасибо. Мне показалось, ты отдохнуть хотела. Ну… войну. Я с ума здесь свихнусь. Ты можешь мне объяснить, почему мы должны здесь жить? Нет. Конечно. Я же дура необразованная. Я же ничего не пойму. Со мной вообще нечем разговаривать. Тише. Дай ребёнку заснуть. Я ей в садик отдам. Зачем? Работать пойду. Надоело дома сидеть. И кем ты будешь работать? У тебя даже образования нет. Да хоть уборщицей. Что? Что? Стыдно, что у тебя ж она такая. Какая есть. И плевать я на тебя хотела. Понял? Можно хотя бы один день обойтись без скандала. Вы вспомните меня когда-нибудь, но поздно. Когда в своих степях далёко буду я. Когда надолго мы навеки будем розно. Тогда поймёте вы, вспомните меня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня голова болит. В чем дело? Немедленно выйдите отсюда. На сцене вы были другой. Кроткий, нежный. Вот такие мне нравятся. А мне наплевать, что вам нравятся. Кто вас вообще сюда пустил? Когда вам познакомимся ближе, вы не будете задавать глупые вопросы. Что вы делаете? Отпустите меня! Ева! Ева! Отпустите! Что вы делаете? Уберите руку! Уберите руку! У вас будут неприятности! 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 Вот у тебя сейчас! Ну-ка, иди сюда! Да! Вы ответите за это. Это ничья нашего коллектива! Да пошел ты! Простите, пожалуйста. Сергей Борисович. Вы знаете что? Простите, вы пели просто прекрасно. Вы пели. Где же? Это вам! Спасибо. Пожалуйста. Я прошу прощения за безобразную сцену. Это... Ну что вы! Я вам так благодарна, что вы избавили меня от этого хама. Ну, это... Знаете, что такое? На себя. А-а-а. Спасибо. Не буду вам мешать. Аля, ты что, с ума сошла? Спустить с лестницы такого человека, Аля? Ты хоть знаешь, кто это был? Очень хорошо знаю. Самый настоящий хам. А-а-а. Мы пропали. Понимаешь? Ой, господи! Ну, за что мне это все, Аля? Ну, за что мне это все? Все пропало, Аля! Все пропало! Все пропало! Ой, Аля! Ну, зачем ты это затеяла? Давно пора было сделать генеральную уборку. А у меня день как раз свободный выдался. Вот и отдохнула бы в кои-то веки. Алло! Слушаю. Да. Квартира Толкачевых. Да, я сейчас позову. Меня, мам? Кто? КГБ. Извините. А вы не подскажете, который час? Без десяти четыре. А мне было назначено на три. Может быть, это какая-то ошибка? Не волнуйтесь. У нас здесь не ошибаются. Слушаю. Помаринуй ее еще полчасика, а потом запускай. Есть, товарищ полковник. Есть. 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 О Patricia- Здравствуйте. Не ожидали? Проходите, товарищ Толкачёва. Спасибо. Вы ведь в прошлый раз так поспешно удалились, даже не представились. Присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. У вас, как у популярной артистки, очень много поклонников. И некоторые из них… Не отличаются хорошими манерами. Я просил бы меня не перебивать. И некоторые из них являются иностранными гражданами. Это плохо, что им нравятся мои песни? Я не привык отвечать на вопросы. Мне привычнее их задавать. Хорошо. Вас приглашают с выступлением в одно из дипломатических представительств. Посольство Мексики. Я надеюсь, вы осознаёте всю ответственность? Осознаю. Я сказал что-то смешное. А как вы думаете, почему пригласили именно вас? Ведь есть и другие, более известные артисты. Понятия не имею. Но если это вызывает недовольство у комитета госбезопасности или лично у вас, то я готова отказаться от приглашения? Нет, лично я ничего не имею против. И вообще, я не привык мешать личные дела и служебные. Можете идти. Всего хорошего. Кто у нас прессу курирует? Соедини. Добрый день. Меня интересует журналист-международник Капоров Юрий Николаевич. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. «Кисас»! Браво! Браво! Спасибо! Вы? Вы? Господин посол, очень рад, что вы приняли приглашение. Ну, в Советском Союзе гораздо холоднее, чем в Мексике. Но ваши песни согревают. Я очень рада это слышать. И с удовольствием спою для вас еще одну песню. Стою на полустаночке, пожалуйста. Да, конечно. Грациас! Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда, а рельсы-то как водятся… Юра, можно я тебе на минутку? …где ж вы мои весенние года… Три страницы? …где ж вы мои весенние года… …жила к труду привычная девчоночка фабричная… …росла как… У тебя неприятности. С чего ты взяла? Мне отец сказал. А, ну да. Главному редактору главной газеты. В стране положено знать все новости первым. Ты засмеешься, Юр. Ты знаешь, что тобой интересуется КГБ? У них есть подозрения на твой счет. Подозрения? Ерунда какая-то. Ерунда? Ты знаешь, что они посоветовали больше не выпускать тебя за границей? А, основания какие? Ну, слушай, ну не волнуйся, Юрочка. Давай я попрошу папу, он вмешается и все будет хорошо. Ну, не надо, не надо. Правда, Вика, не надо. А после приема мы поедем к тебе или ко мне? Извини, я оставил посланную. Юра. Извини, 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 извини. Спасибо вам огромное за то, что вы посетили наше посольство. Спасибо большое вам. Приезжайте почаще. С удовольствием. Творческих вам успехов. Спасибо. До свидания. Так вы переводчик? Нет, меня сегодня попросили переводить для посла. Я журналист и очень много лет провел в Мехико. Да? Да. Сознавайтесь, мое приглашение сюда, это вы организовали? Нет, что вы, нет. Я просто исполнил просьбу господина посла. Он вами восхищен. Ну, впрочем, не только он. Хотите выпить немножко? Мне уже пора. Завтра утром у меня запись на радио. Ну и как твой роман с Капоровым? Он уже сделал тебе предложение? Извини. Вы позвольте, я вас провожу. Да. Если вы не против, пройдемся немножко пешком. На комбинате вам оставаться нельзя. Могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Советую вам подыскать другую работу. Ага. И где я ее найду? И зарплата меня вполне устраивает. Я ведь не просто так говорю. Вот ваш анализ крови. Да что анализ? Вы же сами говорили, что у меня всего-навсего этот. Астена… Ну, как его? Астена — вегетативный синдром. Во! Так это ж так, ерунда. Ладно, доктор, мне на смену пора. Я вам как врач говорю, вам нельзя здесь работать! – Здравствуйте, Гать. – Здравствуй. Привет. Здоров. Сосед. Привет. А… А что это вдруг? Ну, сам же говорил, неприветливая. Вот и справляюсь. А… Мне там шкафчик надо повесить. Поможешь? А… Прошу вас. Ой, как интересно. Мне так понравилось. Да? Я в Мексике прожил много лет. И скоро опять туда поеду. Здесь, конечно, ничего не случится. А что может случиться? Да это и так. Осторожно. Что? Все в порядке. Смотри, это же Толкачева! Да не может быть! Я тебе говорю, толкачевочно! Да подожди, ты куда? Пойдем. А как по-испански «дождь»? La lluvia. А дерево? Дерево? Арболь. Красиво. Красиво, красиво. Замечательно владеть еще каким-нибудь языком. Да-да, да-да. Я тоже так думал до сегодняшнего дня. Но вы мне задали такую непростую задачку, что… Правда? Правда. Я так и не объяснил послу, что такое слово, значит, полушалочек. Ну, про которое вы пели. Да вообще это слово невозможно перевести на другой язык. Надо же. Да. На ювья. Это что? А, лаювья. 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 Ну так вот, там есть некоторые сложности в произношении. В произношении, да. Я для вас написал новые стихи, возьмите. Нет, нет, не нужно. И, пожалуйста, перестаньте меня преследовать. Что такое, восторженный поклонник? И как, он только адрес узнал? Странный какой-то, а вы не боитесь? Да нет, что вы. Он, конечно, назойливый, но совершенно безобидный. Не обращайте внимания. Пришли? Да. Спасибо, что проводили меня. Вот. А, Алевтина, вы знаете, я так… Я так рад, что познакомился с вами. Может быть, как-нибудь поужинаем вместе? Я с удовольствием, только… А, понял, 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 понял. Все, вопрос снят. Понял. И без меня много важных дел… Да нет, что вы, дело не в этом, а совсем не в этом. В общем, что… Не стоит. Все-все-все. Давайте поужинаем. Может быть, я прям завтра и сделаю за вами, да? Хорошо? Ладно. А во сколько? В девятнадцать ноль-ноль. В девятнадцать… В семь вечера, значит? В семь вечера. Идет? Ну, конечно, в семь вечера, в девятнадцать. Ну, да. Значит, в семь вечера. В девятнадцать ноль-ноль… До свидания. До завтра. В девятнадцать. До завтра. В семь вечера. Вы верите в судьбу? Что-что? Я люблю Алевти, но она не спослана мне небесами. И не смейте нам мешать! Да. Сергей Леонидович, попейте чайку, м-м? Клава! А! Клава! А! Клава! А! Клава! А! Света где? Сейчас соседка приведет. Понятно, зачем ты ее в детский сад устроила. Чтобы шашни разводить. А ты думаешь, что только у тебя любовь? А я тоже могу кому-то нравиться. Не только певичка твоя. Ой, я так проголодалась во время репетиции. Весьма кстати, здесь превосходно готовят. Ваш заказ. Вот. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Приятно. И правда, выглядит очень аппетитно. Это она. Я тебе говорил, что она. Буэн провечо. Что? Ну, так в Мексике говорят, приятного аппетита. Буэн провечо. Буэн провечо. Провечо. Извините, пожалуйста. Мы тут с моими братцами посворили, это вы или не вы. Ну, теперь-то я вижу, что это вы. Можно ваш автограф, пожалуйста? Конечно. А у вас есть ручка? Ручка? Нет, ручки нет. Можно вашу ручку, пожалуйста? Да, пожалуйста, возьмите. Вот, пожалуйста. Да, подуйте в институт, пожалуйста. Приеду к себе, всем расскажу, что был в Москве и видел Алевтину Толкачеву. Спасибо большое. Да не за что. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Вы очень популярный. Не утомляет? Нет, ну что вы. Мне приятно, что людям нравятся мои песни. Извините, пожалуйста, забыл сказать. Я же был на вашем концерте в Сухуми. Да, у меня были там гастроли. Если будете снова у нас, обязательно приезжайте ко мне в гости со своим супругом. Я адрес вам могу свой записать. Можно вашу ручку? А, да-да, конечно. Конечно. Пожалуйста. Вы не представляете, как моя док Карри готовит соцхали. Пальчики оближите. Держите, пожалуйста. Спасибо. Обязательно заеду. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, нам дадут сегодня поесть. Иначе я умру с голоду. Извините ради Бога, но мы с моими братьями хотим понять тост за ваше здоровье. Спасибо. Ехал как та по горной дороге прекрасной Грузии молодой джигит вместе с юной женой. Он был силен, как бык. Быстр, как сокол и отважен, как тигр. А его юная жена была прекрасна, как утренний рассвет. Ехал он долго. Очень долго. День ехал. Два ехал. Три дня ехал. Четыре дня ехал. Пять дней ехал. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Простите ради Бога. Да? Автограф для моей жены. Пожалуйста. Да, конечно. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Сейчас такси подойдет. Ой, хорошо. С вами невозможно ходить в ресторан. А я вас предупреждала, что это не самая удачная идея. Слушайте, а давайте я сам что-нибудь приготовлю. Согласны? Боюсь, это будет не скоро. Почему? Завтра я уезжаю на гастроли. На месяц. А может и больше. На месяц? Угу. Я буду вас ждать. Пожалуйста. Поехали. Ну что вы сидите? Сдрогнули, девчонки? Здрасте. Я ж сказала, у меня обед. Пожрать не дадут. Зоенька. Привет. Мать честная. Выпустили. Условно досрочно откинулся. Адресок Тоньке дай. Ща разбежалась. Зоя, будь человеком. Да зачем ты ей сдалась? У нее муж хороший, дочка растет. И вообще все путем. Так я ж люблю ее. Спохватилась. Правда? Зоя. Раньше надо будет видеть. А ну пошел. Зоя, ну подожди, Зоя. Ну подожди, Зоя. Правильно. Женишок. Не говори. Аля, я вчера прогноз погоды смотрела. В Барнауле очень холодно. Ты не мерзнешь? У тебя теплые вещи есть? Не в Барнауле? А где ты? Где? Я не слышу ничего. На БАМе? Аля, а там гостиница хоть есть? Что? Я говорю, гостиницы есть. Мамочка, есть гостиница. Хорошая гостиница со всеми удобствами. Стук откуда? Тихо. Так здесь же комсомольская стройка, мам. Я тоже очень скучаю. Ладно, я тебе еще позвоню. Пока. 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 Вы нас извините, что у нас такие условия. Ничего. Нам не привыкать. Вот да. А кстати, скажите, пожалуйста, может у вас есть что-нибудь для сугари? Что? Я же имею в виду чайку. Чайку бы неплохо. Сделаем. Хорошо. Дядь Коля. Дядь Коля. Здоров, дядь Коль. Здоровей видали. Ну что, выявился, не запылился? Мне бы это, адресу к Тоньке. Нет. Меня Зойко удавит. Она предупреждала насчет тебя, так что не проси, нет. А я думал, это посидим, поговорим. Ну, ты ж знаешь, Зойко, зверь, не баба. Не могу. Жаль, дядя Коля. Пашка! Иди, иди сюда. Ладно. Черт с тобой. Заходи. Вот так бы сразу. Давай. Юра. Ну что? Что? Что с тобой, Юр? Это ты из-за нее, да? Я все знаю, Юр. Я знаю, что все твои проблемы с КГБ из-за этой певички. Юр, ну скажи мне, ну неужели ты не влюбился? И что? Она действительно стоит того, чтобы ты из-за нее загубил свою карьеру, Юра? Тише, 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 не шуми. Ты только о карьере думаешь. Раньше тебе это нравилось. А где, где эта фотография с акулой? Ты помнишь, когда ты ее поймал? Ты помнишь, что ты мне тогда сказал? А я тебе напомню. Ты сказал, что любой трофей, какой бы он ни был великолепный, ты меня рано или поздно наскучит своему охотнику. Ты помнишь эти слова, Юр? Я подожду. Я подожду. «Серебряные свадьбы» Душевный разговор… Все в порядке, записано. А может быть еще один дубль? Не надо, все хорошо. Пожалуйста, давайте все-таки припев перепишем. Душевный разговор… Между прочим, уже мое время. Одну минутку. А я вот все записываю с первого дубля, в отличие от некоторых. Душевный разговор… Может, некоторые более требовательны к себе? Что? Душевный разговор… Есть! Отлично! Спасибо! Алечка! Мой Алечка, привет! Привет, дорогая! Слушай, ты прекрасно выглядишь! Спасибо! Элла, поправилась! Правда, что ли? А я вот замуж вышла. Можешь меня поздравить. Ну, наконец-то! За Лешку я поздравляю. Да нет, при чем тут Лешка? С Лешкой мы давно расстались. Надо же… Да, вот теперь делаю сольную карьеру, муж посоветовал. Ну, а что с моим голосом, внешностью? Да-да. Мы будем записываться или как? Подождите, а? Мне-то все равно. Просто тут кто-то к микрофону рвался. Слушай, Алечка, подождешь меня минутку? Конечно. Ладно, я быстро, с первого дубля. Хорошо. Удачи. Давай. Я жду. Ну, давайте, ставьте. Ну, и кто же этот счастливчик, твой муж? Между прочим, ты его прекрасно знаешь. Администратор из Москонцерта. Я надеюсь, не этот? Как его, полюганенький такой? Ник-ник. Николай Николаевич замечательный человек. И мы с ним очень любим друг друга. Ты правда за него вышла? Алевтиночка, ну тебе этого не понять. Ты ведь замуж не по любви выходила? Майя, ну зачем ты так? Ты прекрасно знаешь, я любила Шаульского. Ну, кто же в этом сомневается? Знаменитый композитор, при деньгах, со связями. Как такого не любить? До свидания. До свидания. Ты правда обо мне так думаешь? Алевтиночка, я ведь тебя не осуждаю. Просто каждый устраиваться в жизни как может. А вот, кстати, и мой муж. Привет. Здравствуй, милая. Привет, дорогой. Здравствуйте, здрасте. Здравствуйте. Поздравляю со свадьбой. Спасибо. А вас, наверное, тоже скоро можно будет поздравить? С чем? Ну как же. Мы наслышанные о вашем поклоннике. На каждом концерте дарят вам корзины роз. А, это тот самый, который спустил с лестницы какую-то важную шишку из КГБ. Да. Говорят, ему КГБ весь кислород перекрыл. Кто говорит? Да все говорят. А Алевтин, ты что, не знала, что ли? Майя! Ну ладно, дорогая, пока нам пора ехать. Целую, была рада видеть. Опять принесли? Может быть, наконец познакомишь меня со своим таинственным кавалером? Да. Юрий Николаевич, здравствуйте. Это Алевтина. Нам надо встретиться. Вы не представляете, как я рад это слышать. Я серьезно. Нам надо поговорить. Отлично. Отлично. Я приглашаю вас к себе на ужин. Вот заодно и поговорим. Помните, я обещал вам приготовить что-нибудь по-мексикански? Я не могу. Вам неудобно идти ко мне в гости? Нет. Дело не только в этом. Просто у меня назначена встреча через час по этим песенникам. А, ну и хорошо. Приходите вдвоем. Как говорится, совместим приятное с полезным. Даже не знаю. А, знаете что? Аля, вы когда-нибудь пробовали такое блюдо? Тортилья по-ацтекски? Нет. А что это? Ну вот. А как я вам объясню, это по телефону. Я жду вас у себя. Жду. Главдия. О, держи. Тебе понесла. Что это? Ты прочти, у меня руки держат. Видишь? Тоня. Здравствуй, Тоня. Надеюсь, ты не забыла еще своего Пашку? Соседка, привет. О! Зурнальчик упал. Тонь, ну что, пригласишь, а? Ты отвалитель. Тонь! С этого дня я поклонник мексиканской кухни. Ну вот. Вы отлично готовите. Спасибо большое. Очень вкусно. Правда, делаю это крайне редко. А вот текилка ваша, не в обиду вам, вам будет сказано, так себе. Да? Что тут написано? А что написано? Стопроцентная агава. Агава, кактус такой. Ха, кактус. Придумают же. Слабовато против нашей водочки. Да? А может, просто вы не распробовали? Это мы сейчас исправим. Никит, вы не увлекаетесь. Мы хотели с вами еще поработать сегодня. Алечка, я этой агавой могу выпить хоть пол ведра. Что ни говори, а с нашей русской водочкой не сравнится. Знаете почему? Вы неправильно пьете. Смотрите, как надо. Раз. Два. Три. Ну-ка, ну-ка. Попробуйте, попробуйте. Раз. Так. Я же вам поухаживаю. Никита, мне кажется, вам уже достаточно. Алечка, исключительно из патриотических соображений. Два. Два. Угу. Три. Ну, как? Говорю же, не в одном глазу. Странно. Сорт не тот. Надо попробовать другой сорт. Вот, выбирайте. Пожалуйста. О! Знаете что, я вам вот это советую. Попробуйте. Юрий Николаевич. Никита. Аля, спокойно. Должен же я отстоять престиж русской водки. Вот, это правильно. Раз. Так. Два. Три. Что такое? Давай, пойдем собираться. Так, давай. Давай ножку. Вот так. Давай вторую. Куда это вы собрались? В Москву. С чего вдруг? Надоело. К черту все. Папа. Ты что? Ты что, простыла? Да. Ну-ка. У нее же температура. Ну точно, температура. Светочка, как ты себя чувствуешь? Нам таблетку пройдет все. Ты что, с ума сошла? Ей в постель нужно срочно. Она придумала ту же маску. Я же сказала, мы уезжаем. Ты что, не видишь? Она горит вся, плачет. Пойдем, Светочка. Пойдем. Сейчас. Ну, лежу в постельку. Папа лекарства тебе даст. Нашла время. Я все равно уеду. Ну и катись. А ребенка с собой тащить я не позволю. Что ты здесь раскомандовался? Кто ты такой вообще? Вообще-то я ее отец. Можешь ехать. Дочка останется со мной. Справимся как-нибудь без тебя. А дальше что? Дальше? Приеду в Москву в отпуск. Тогда я решу. Все равно это не жизнь. Ты ее любишь? Ну, конечно, люблю. Она же моя дочь. Я не о Светке. Светочка. Ясно. Ага. Открывай ручки. Ага. Открывай ручки. Ищи. Ищи. Ага. 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 Пришла. Раз. Это Куба. Гильярма. Потрясающее место для подводной охоты. Как красиво. Да. Это остров мечты и ясницы до сих пор. Два. Это акула, да? Да. А это кто? А это тоже. А, это моя коллега. Журналистка. Да, работали вместе. Вот, смотрите. Три. Красота, правда? Да. Четыре. Да. Ну, вот зачем вы его напоили? Кто? Я? Да вы что? Вы же специально это сделали. Да ну, что… Ну, да, да, каюсь. Просто не было другого способа оказаться с вами наедине. Знакомы несколько месяцев, а видимся так редко. Очень редко. А это кто у вас такой? Это мой последний трофей. Ну, что такое? Ну, что такое? Колючий какой. Ну, осторожно. Ну, вот тебе надо. Ничего страшного. У вас неприятности из-за меня. И вы мне не сказали. Какие неприятности? Ну, подумаешь, не выпустят за границу что-то такого вообще. Да вы что? Ну, это же ваша работа, вся ваша жизнь. Мне очень жаль, что все так вышло. Да и мне очень жаль, что я не врезал этому ГБшнику покрепче. Вы с ума сошли? Ну, выходи за меня замуж. Мам, поговори со мной. Я не знаю, как быть. Ну, что тут думать. Достойный человек. Умный, образованный, интересный. Да и тебе скоро-то тридцать. Он сказал, что мечтает о ребенке. Ну, вот. Сразу видно, основательный человек. Не то, что твой Шаульский. Хотя тоже Юрий. Он хороший. Но… Что «но»? Боюсь снова ошибиться. Он замечательный. Нравится мне. Нравится? Или ты его любишь? Помнишь, мам, как я в первый раз замуж выходила? Совсем ведь голову от любви потеряла. И ничем хорошим это не закончилось. Так что, может, так даже и лучше. Не знаю, дочка, тебе решать. Вика! Вика, извини, я тороплюсь, мне нужно идти. Тебя никогда, понимаешь, никогда не выпустят за границу. Ну, ничего, здесь тоже много интересного. А где в этом совке? Ты ведь давно отвык от такой жизни. Живут другие, я тоже проживу. Как? Будешь писать очерки с полей и заметки с заводов? Да ты через неделю взводишь от тоски. Не преувеличивай, пожалуйста. Юр, послушай, ведь можно еще все исправить. Хочешь, я попрошу отца, он все уладит. Не надо, не надо просить отца, не надо. Ну, почему? Ну, ты же талантливый журналист, я не понимаю, почему ты отказываешься? Ну, скажем так, по семейным обстоятельствам. В смысле? Я женюсь. А что ж, поздравляю. Вика, надеюсь, ты сделал правильный выбор. Вика! Очки. Не удивлюсь, если тебе и вовсе вышвырнуты журналистики. А, что же мне? Заходи. А, что же? А. Пугачёв, что вы себе позволяете? А в чём дело? Мне тут стало известно, что вы не в меру Альяна, а здоровье рабочих заботитесь. Ну почему не в меру? Это моя прямая обязанность. Убеждать их уволиться с комбината? Не убеждать, а предупреждать. Хотя бы тех, у кого уже опасные симптомы. Сергей Леонидович, там больной к вам на приём. Подождёт, зайдите. А отдуваться перед начальством за твою доброту кто будет? Я? Спросят, отвечу. А вот вы мне ответьте, почему в карточках вместо настоящего диагноза пишут «остено-вегетативный синдром»? А по-твоему, там надо было писать «лучевая болезнь»? Ты что, до сих пор не понял, что мы тут не в бирюльки играем? Это секретный объект. Я понял, понял. Ну нужно же что-то делать. Да ты уже сделал. Кто тебе разрешил посылать наверх отчёт без согласования со мной? Я вам приносил. Вы отказались подписывать. В общем так, Богачёв, хватит. Или ты пишешь заявление по собственному желанию, или я тебя увольняю по статье к чёртовой матери. По какой? Вас не устраивает мой профессиональный уровень? Я плохой врач? Врач, ты хороший. Только дурак. Потому что молодой ещё. Не понимаешь многого. Например? Думаешь, я не пытался ничего изменить? Тоже поначалу дурак был. Всё бесполезно. Ты пойми, у меня семья, дети. А ты тут воду мутишь. Только проблем себе наживёшь. Вот и всё. Уезжай, Серёжа. Уезжай. По-дружески советую. А если будешь есть бутылку, уволю. Для твоей же пользы. Уезжай. 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 – Я счастлива. – Я тоже. Ну, вот мы и приехали. Это наш дом. В нем ты будешь жить. Здесь? Подожди-ка, что это у тебя? Пойдем. А это свадьба. Что это? Свадьба? Это когда дядя и тетя женятся. А? Ну, что, она замуж-то вышла? Кто? Подруга Аля. Выдали замуж мы ее. Юрка! Господи, как я рад тебя видеть. Давай. Миночку. Сейчас. Валер, ну, что ты? Зачем? За встречу, это же святое. Так, вот это уберем. Господи, как я их люблю. Как я их люблю. А когда цветут, м-м-м-м, лимончик. Да, у тебя здесь воды. Лимончик. Ну, надо же. Ой, ой, боже мой. Господи, Юрка, как я рад. Здравствуйте, Валерий Петрович. Дверь закрой. О твоем эфире я с тобой завтра поговорю. Хорошо. Серьезный начальник. Ну, так, я слышал, ты с работы ушел. Ну, как ушел? Ушли. Кстати, тебе дешевая рабочая сила не требуется? Очень кстати. Мне как раз нужен толковый человек. Международную информационную службу со знанием языков, ну и вообще подковой. Так это что, можно считать деловым предложением? Юра, господи, да лучше человека, чем ты. Меня не найти. Давай. Валера, спасибо тебе большое. Спасибо. Рассказывай. Что? Ну, рассказывай. Тебе же можно поздравить. А, ну да. А Левтина — редкая женщина. Жена у тебя красавица. А голос? Господи. Весь Советский Союз тебя завидует. Пойдем. Куда? Покажу кое-что. Пойдем, пойдем, пойдем. Я шапку оставлю. Спасибо тебе, Валер. Я заканчиваю петь. И тишина. Пауза. Пять секунд. Десять секунд. Я думаю, все, провал. И тут зал встает. Таких аплодисментов я никогда не слышал. Всем привет. О-о-о! Здравствуйте, Валерий Федорович. Твой поклон главному соловью советской эстрады. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Красавец. А вам кофе принести? Нет, спасибо. Спасибо. Да, принимай. Ух ты, что это? Что это такое? Твоей жене от поклонников. А, ну, один мешок. Я так уж и быть могу забрать. Да, они так и пишут. Москва, Олег Тинни Толкачевой, Глебу Мищенко. Глебу Мищенко? А кто такой Глеб Мищенко? Кто это? Ты совсем от жизни отстал в своих заграницах. Ну, что? Позвольте представиться, Глеб Мищенко — это я. Мы с Алечкой иногда поем дуэт. Очень приятно. А поклонники их уже поженили. Считают мужем и женой. Интересно. Да, это интересно. Ну, я надеюсь, вы не ревнуете. Кстати, поздравляю, женить быть. Спасибо большое. Спасибо. Так вы письма забирать будете? А то мы уже не знаем, куда их складывать. Скоро всю редакцию завалят. Да, я думаю, не завалят. У Алифтины теперь другие планы, так что… Да? Какие? Исключительно семейные. А она что, уходится от сцены? Ну, пока нет. Но я надеюсь, ее убедить в этом. Вы знаете, мне кажется, вы делаете очень большую ошибку. Алечка настоящая певица. Такой талант нельзя взорвать в землю. Ну, знаете что, я думаю, мы с женой как-нибудь сами решим этот вопрос. Извините. Ничего. Юра! Али, я здесь. Привет. Привет. А что это за праздник? Все. Красиво. Снимай шубу, присаживайся. Будем праздновать начало моей новой карьеры. Вот так. Ты нашел работу? Ну да, институтский труп мне помог. Это телевидение, международный отдел. Так что… Я очень рада за тебя. Ой, спасибо. А мы можем отметить? Это чуть позже. А что случилось? Мой партнер по сцене попросил меня сегодня спеть с ним. Это, случайно, не Глеб Мищенко? Да, он. Он. Ну что ж, я наслышан о ваших теплых отношениях. Наслышан. Юр! Я надеюсь, ты не веришь всем этим сплетням? С Глебом мы вместе просто выступаем. Просто выступаем. Именно поэтому ты срываешься и бросаешь мужа. Ну, прости. Всего на пару часов. Да. Аля, Аля. Да. Не знаю, как тебе сказать. Ты же понимаешь, что я уже не молодой человек. Вот. И я очень долго мечтал о крепкой семье, о ребенке. Юр. Юр, у нас все будет. Дай мне немного времени. Я не могу так сразу оставить сцену. Ну, да. Прости, мне пора. Ну, да, ну, да. Тула. 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 Алло, да? Юра, здравствуй. Валерка! Очень хорошо, что ты позвонил. Очень, да. Может, ты заедешь? Мы тут с женой стол накрыли. Юра, тут такие дела. Юр, ты извини. Кажется, я поторопился, когда пообещал тебе работу. Обстоятельства изменились. Что такое? Что произошло? Пойми, надо мной тоже есть начальство, и им позвонили из… Из… Ты догадываешься? Ну, говори прямо. КГБ. Что дальше? В общем, они посоветовали не связываться с тобой. Извини, дружище. Сам понимаешь. Иди, дружище. Спасибо большое. До свидания. Женщина. Да, спасибо. Женщина. Поехали. Спасибо большое. Субтитры делал DimaTorzok Алифтина Толкачева Алифтина, вас не обижают, когда ваши песни называют слишком простыми Их может спеть любая женщина за праздничным столом А что же тут обидного? Любой исполнитель мечтает о том, чтобы его песни подхватывали, пели А женщинам они нравятся, потому что это песни о женской судьбе О любви, которая часто бывает несчастливой Вероятно, вы знаете об этом не понаслышке И я имею в виду ваш неудачный брак с композитором Юрием Шаульским Юрий Сергеевич многому меня научил, в профессиональном плане И я отношусь к нему с большим уважением А как вы относитесь к своей конкурентке? Кому? К Майе Лебединской, она ведь тоже поет народные песни Ну что вы, у нас совершенно разная исполнительская манера Мои песни ближе к городскому романсу А то, что исполняет Майя Лебединская, я бы назвала стилизацией под народные песни Нет, ну ты это слышал? Как тебе это нравится? Стилизация Я вообще не стремлюсь ни с кем соперничать И не считаю Майю Лебединскую своей конкуренткой Какая наглость! Конкуренткой она меня не считает Она меня вообще ни во что не ставит С Майей мы вместе учились У нас хорошие отношения И я желаю ей успеха Мы тоже желаем вам дальнейших успехов И с удовольствием послушаем еще одну вашу песню Ну что ты молчишь? Хватит жрать уже! Ты слышал это дурацкое интервью? Стиль у вас с Толкачевой, конечно, разный Но как ни крути, выступаете вы с ней в одной нише Ну и что? Голос у Алевтины хороший С этим не поспоришь То есть ты хочешь сказать? Что у меня голоса нет Я этого не говорил К тому же ты намного ярче, эффектнее Но голоса у меня нет То есть вот такое у тебя обо мне мнение Я только хотел сказать Что если бы Толкачевой не было на эстраде Твоя популярность летела бы до небес Она всегда умудрялась занять мое место Господи, как же я ее ненавижу Да, и испанский, английский, французский свободно Синхронный перевод Не нужно, я понял, понял Хорошо, спасибо Алло, здравствуйте Да, я вот по поводу работы объявление у вас Переводчик требует... А? Не нужно уже? Хорошо, спасибо До свидания Доченька Поедем домой? Не хочу Вообще-то она дома Вообще-то У нее мать есть Поедем, Светочка, домой вместе Поедем Сыграю вещи Так, только не кури при ребенке Вот как был занудый, так и остался Такой правильный Прям противно Зачем тебе, Света? Что значит, зачем? Мне ее мать Ты же сама говорила, что у тебя своя жизнь Кстати Кстати Мы с тобой хоть официально не развелись Ты думаешь ей алименты платить? Какие алименты? Светка со мной живет Ты хочешь, чтобы она с тобой осталась? Или мне ее забирать? Вот и значит, зачем явилась Так бы сразу и говорила Сколько? Аля! Аль! Иду! Ну что? Можешь поздравить? Я получил работу Молодец! Одному небольшому издательству требуется переводчик Сначала показалось скучно А потом я подумал, да отличная работа Отличная, спокойная, никто не стоит над душой Не нужно каждое утро ехать на службу Можно спокойно работать дома Именно так, именно так Хоть зарплата небольшая Очень хорошо Ничего страшного, я неплохо зарабатываю Нет, нет, ты знаешь, мы с тобой договорились Ты дала мне обещание бросить сцену Буду брать больше переводов С моим знанием языков это не трудно Я очень за тебя рада А то я подумала, что ты начал отчаиваться Ну, что ты? Ты что? Ничего, прорвемся Чем у тебя пахнет? Пирог горит Стой! Куда? Куда? Я? Это служебное помещение! Посторонним не положено! Я к Ильфтине Толкачевой, она сегодня в концерте выступает Вам что, непонятно? Секундочку! Секундочку! Да что ж вы вцепились в человека, ей-богу! Отпустите его, он со мной А, хорошо, Маечка Спасибо, Владимир Сергеевич Ну вы как, в порядке? Да, спасибо Администратор Ильфтина рассказал мне про вас Говорят, вы пишете стихи Да Да Я их посвящаю Ильфтине, она не спослана мне небесами Ну да, что такое наговорил, тяжелый случай Что? Вы смеетесь над моими чувствами? Нет, что вы! Что вы! Я-то как раз очень уважаю ваши чувства А вот Ильфтине, похоже, на них плевать Не может быть, она моя судьба Да она замуж вышла, она предала вас Я не понимаю, неужели вы позволите надругаться над вашими чувствами? Разве такое можно простить? Нет Нет, вы правы Я должен что-то сделать, я должен Отомстить Отомстить за свою поруганную любовь Да Отомстить Тихо, тихо Отомстить Но я не знаю как А я вам подскажу Пойдемте Только тихо Ой, до свидания До свидания До свидания До свидания До свидания, Алевтина Всего доброго До свидания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ах ты! Солочь, а? Вы идите сюда! Не надо! Я должен был утомстить! Ага! Ай, держи шапку. Я должен был утомстить! Я должен был утомстить! А ну, стой, козу тебя! Роню! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Юра! Я дома! А я подумал, что ты уже совсем забыла, что у тебя есть муж! Не сердись. После концерта был банкет. Неудобно было сразу уезжать. Ну, понятно. Давай. Спасибо, дорогой. Я ж тебя звала, а ты не пришёл. Ага. А ты думаешь, приятно слышать за спиной? О, смотри, муж Толкачёвый пошёл. Алечка, ну сколько это будет продолжаться, а? Ах! Чего? Не волнуйся. Скоро я совсем не смогу петь. Ну, да. Ещё лет пятьдесят и всё. Я беременна. Аля. Хорошая моя. Аля. Я так счастлива. Алечка. А это что такое? Ничего страшного. Что это? Ну, помнишь, с тобой фанат? Аварию устроил. Какая авария? Ты так спокойно говоришь об этом? Не волнуйся. Всё же обошлось. Да что ж с ума сошла? Ты могла пострадать. Ребёнок мог пострадать. Вот обещай мне прямо сейчас, что ты бросишь цену. Обещай. А кого ты хочешь? Мальчика или девочку? Аля. Ты моя хорошая девочка. Аля. Встречаем мамочку с ребёнком. А, вот они. Аля. Мои хорошие. Здравствуй. Поздравляю, моя сладкая девочка. Спасибо вам. Покажи, покажи, покажи. Открой, открой. Спасибо огромное. Покажи, покажи. Ой, дайте на внука посмотреть. Ой, ой, ой. Господи. Слушайте, он на меня похож. Только без условий. Если нужна моя помощь, можете на меня рассчитывать. Я всегда рядом. Мамочка, может, ты поживёшь у нас хотя бы первое время? Ой, да я с удовольствием. Конечно, одно ты тяжело с ребёнком. Почему одна? А я как жить? Ничего, вы не волнуйтесь. Ничего, мы справимся. Держи. Ну-ка. Как хотите. О, ты моя боготыль. Встреча. Держи. Спасибо. Осторожней, осторожней. Я ж не навязываюсь. Ой, хорошая. Вот видишь, папу разбудили. Ну, что ты? Юр, ну что ты встал? Давай я буду. Я сама-сама. Тихонько. Ну, что ты? Так, надо постирать что-нибудь? Все выстирала уже. Мой хороший. Подогрею? Не надо, Юр, не надо. Ну, давай я поглажу тогда что-нибудь. Иди спать. Хорошо. Тебе завтра работать. Я же все равно не засну. А мы сейчас покушаем и заснем. Правда? Правда? Хорошо. Так. Преференция. Преференция. Да-да. Алло. Да нет, я помню, помню. Да. Ты мой славаркий. Скажите, а нельзя немножко сроки сдвинуть, а? А, я понял, понял. Хорошо. Я сегодня занесу. Ч-ч-ч-ч, список. Да, постараюсь. Юра, Юр. Что? Надо в магазин сходить. За молоком и еще кое-что. Я вот список составила. Ч-ч-ч-ч. Подожди, подожди. Я сейчас даю, я закончу перевод вот этот. Лучше сразу. А еще в аптеку. Нам новая соска нужна. Да, мой хороший? Я бы сама сходила. Но Митю кормить скоро. Ну, хорошо. Сейчас я сейчас… Сейчас бегаю. Это же недолго. Правда? Угу. Что тут ты написала? Давай. Держи. Это мой хороший. Ого. Спием, 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 спием. Да, мой хороший. Да, мой сладкий. Да, мой хороший. Ну, вот. А ты возьми вот этот карандашок. Вот этот? Попробуй. Вот, хорошо. Молодец. Алло, да. Да я закончил уже. Я сейчас привезу перевод. До встречи. До встречи. Ну, где же? Мамочка, Мите спать пора. Уложи его, пожалуйста. Угу. Митюш, пойдем спать? Нет. Нет? А мы сейчас чистую пижамочку наденем. Бабушка тебе сказку расскажет. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Я не хочу. Скажи, папа, спокойной ночи. Ух ты. А ты что не спишь-то, боец? Спокойной ночи, пап. Аля, ты уборку делала на моем столе? Что? Ну, что ты? Ты мне вчера устроил, нагоняй. А что случилось? Да ничего не случилось. Мне надо в издательство. А я не могу первую главу найти. А это что? О! Ну, вот же она. Ну, как она здесь оказалась? Я не знаю. Ты мне вчера отрывок зачитывал, наверное, здесь и оставил. Ну, да. Ради Бога, извините. Это я виновата. Я Митеньке дала. Не сердись, что так вышло. Юра. Я все понимаю. Вы поймите, меня тоже поймите. Мои переводы — это единственный источник нашего дохода. Понятно, да? Но вы же сами настояли, чтобы Аля не работала. А теперь попрекаете. Я не попрекаю. Просто во всем должен быть порядок. Я в издательство. Да, ворчун стал. Ой, а раньше-то совсем другой был. Раньше у него и жизнь другая была. Яркая, интересная. Поездки по всему миру. А сейчас сидит в четырех стенах и переводит скучные статьи. А кто виноват? Ну, ты же знаешь, мама, это все из-за меня. Аль, ну сколько можно все на себя свалить? Так, все. Не хочу говорить об этом. Почему ты всегда считаешь, что ты виновата? Алло. Алечка, добрый день, узнала? Ну, конечно, твой голос ни с кем не спутаешь. Кто это? Это Глеб Мищенко. Поздравь, мне заслуженного артиста дали. Да ты что? Какой же ты молодец. Я тебя поздравляю. Спасибо. У меня к тебе есть разговор. Я сейчас заеду. Сходим куда-нибудь, отметим, заодно и поговорим. Глеб, я бы с удовольствием с тобой встретилась, но у меня маленький ребенок, я никуда не хожу. Да посижу я с Митькой, иди. Хоть отдохнешь. Ну так что, Аля, это очень важно. А знаешь что? А заезжай. Мне тут песню предложили. Очень хорошую, да. Но для дуэта нужен женский голос. Ну что ты, Глебушка, я теперь только колыбельное для сына пою. А, ну да, ну да. Наслышанно, наслышанно. А Левтина Толкачева превратилась в домохозяйку. Да. Скучаешь по сцене? Не трави душ. Ну конечно скучаю. Но для меня теперь важно другое. Муж, сын. Алечка, я тебя умоляю. Эта песня написана как будто специально для тебя. Соглашайся. Ого, ты только посмотри. А это же Мищенко с Толкачевым. Вот это да. Да. Интересно, а ее муж в курсе? Извини, я не могу. Ты лучше расскажи, что там у нас Новикова? Ты про администратора своего бывшего слышала? Севу? Да. Нет, а что с ним? В больнице. Да? Да, подробности не знаю. Надо будет Наташе его позвонить, может быть я смогу ему чем-то помочь. Ай-яй-яй-яй-яй. Алечка, Алечка, ну ты всем готова помогать, кроме меня. Аля, соглашайся, песня же замечательная. Глеб, не уговаривай, я не могу. Мама, ну что, Юра, вернулся уже? Пришел. В кабинете. Хмурый такой. Я ему сказала, что ты в магазине. Ну зачем, мам, сказала бы правду. Но ревнует он тебя к Глебу. Да ну что, ты он и думать о нем забыл. Ну я же вижу, Иваш передергивает, когда он только ими его слышит. Ну вот я и решила, зачем зря человека беспокоить. Но мы же просто с Глебом пообедали. Девочка моя, это мы с тобой знаем, что просто. А он будет переживать, ну зачем? Сама же говорила, у него работы много. Так что, ты лучше тоже ничего ему не говори. Может и про вам, мам. Здравствуйте. Здравствуйте. А давай я в этом году в школу пойду. А давай. Буквы ты уже знаешь, считать умеешь. Да скольки ты умеешь считать? До ста. Да? Ну давай, считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну наконец-то. Уже целый час жду. Свет, ну подойди к мамке. Соскучилась небось? Как ты дочь воспитываешь? Родную мать не признает. Ну в общем, мы с Пашкой хотим на север податься. Денег заработать. И Светку я хочу забрать с собой. Еще чего выдумала? Ну мы конечно можем никуда не уезжать, если ты нам деньгами поможешь. Мы хотим квартиру в кооперативе купить. Откуда у меня такие деньги? Ой. Ты из меня и так постоянно тянешь. Ну не прибедняйся. Диссертацию я-то защитил. С зав. отделением тебя назначили. И что? Ты хоть знаешь сколько зав. отделением получает? Значит не дашь. Ну нет у меня таких денег, понимаешь? Нету. Ладно. Хорошо, мы сами заработаем на севере. Значит так, я с тобой официально развожусь и Светку забираю с собой. Светка моя дочь. И она останется жить со мной. Это понятно? Уходи. Уходи. Да какой ты я отец? Светка не твоя дочь. Ясно? Что ты сказала? Пашка ее отец, а ты ей никто. Наврала я тебе тогда, а ты поверил. Светка, собирайся. Со мной поедешь. Светка, собирайся. Со мной поедешь. Светка ответит. Светка, собирайся. Девушки. Мои 119. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...